В 1992 году, еще прибывшим старшим, тоже бывшим старшим, была разработана концепция нового мирового порядка. Она как-то мало была известна и сейчас они мало вспоминают, но она была и был секретный документ Пентагона. Утечка была сделана в 1992 году, но там была главная мысль, чтобы не допустить, никогда не допустить появления гегемона в Евразии. То есть имелось в виду, чтобы никогда не дать России подняться до положения гегемона, даже евразийского. Это было в то время, когда у России было очень много проблем, она вообще даже об этом, я бы так сказала, и не задумывалась, наверное, серьезно, до прихода Примакова в 26-м году. Следующий пункт Беловежских соглашений был взаимное признание границ. Потому что все республики возникали, в общем-то, как результат такой советской национально-территориальной инженерии. Но в 1931 году приняли решение Абхазию сделать автономию в составе Грузии. Что, проходил какой-то референдум? Нет. Или, например, в 1936 году Казахскую АССР сделали Союзной Республикой. Кто-то спрашивал у кого-то на этих лет? Или возьмите, например, то, что стало сегодня Приднестровьем. Эти регионы с 1924 по 1940 год составляли Молдавскую АССР в составе Украинской ССР. Потом к этой территории прирезали кусочек Бессарабии, которая до того 22 года была в составе Румынии, а до этого 106 лет в составе Российской империи. И назвали это Молдавской ССР. Упрощенное перечисление интересов, которые у Ирана и США совпадают, либо не совпадают. И мы здесь видим, что единственное, что могло бы объединить эти две страны, если бы у них были адекватные отношения, то это общая цель побороть ИГИЛ, потому что ИГИЛ — это крайне радикальное сунитского толка и даже дальше, чем сунитизм идет, террористическая группировка. В этапе начала сирийского конфликта у России и Турции практически отсутствовало взаимодействие в области безопасности. Практически отсутствовало. Более того, отношения были достаточно напряженные в сфере безопасности, в отличие от сферы экономики. Ровно точно так же они были напряженные и по гуманитарному профилю. Из России высылались многие гуманитарные, то есть образовательные и религиозные эмиссары из Турции по обвинению в экстремизме, терроризме, разжигании межнациональной розины и так далее. Поэтому отношения в этих сферах были напряжены. Когда БРИКС только появился, то к нему сразу же в экспертной среде стали относиться как к очень несерьезной международной структуре. Мотли-клю, од-группинг, как их только они называли. И было понятно, что под основой БРИКС видели в основном вот этот феномен быстро растущих лидеров развивающегося мира. Но со временем стало понятно, что экономика – это не единственное, что скрепляло и объединяло эту ассоциацию. 90-е годы с точки зрения внешних связей – это такой период децентрализации. С 2000 года по 2014, жесткая централизация. С 2014, я бы сказал так, фактически централизация сохраняется, но открывается окно новых возможностей. Значит, по кейсам, да? Ну, началось с того, что какие-то отдельные меры начали вводить государство, чтобы как-то стимулировать зеленые рынки у себя и переход на новые технологии, новые модели. На фоне пандемии стало модно рассуждать о том, как разваливается на главах ЗАГ Евросоюз. Трещат по швам Соединенные Штаты Америки. Но, между тем, вот и в ЕАЭС тоже далеко не все идет гладко. И вместо того, чтобы совместными усилиями бороться с заразой, страны предпочли закрыться от всего мира и друг от друга. Вот в условиях коронавируса. Ну вот в ЕАЭС сейчас, на настоящий момент, наибольшие результаты достигнуты на направлении свободы перемещения рабочей силы. Действительно, работники из стран ЕАЭС получают очень много преимуществ. По сравнению, например, с работниками, которые приезжают из СНГ. Это и социальное обеспечение, это и время нахождения в стране, это и возможность привезти семью и так далее. Россия в Сирии фактически выполнила политическую задачу, помогла Дамаску, существенно ослабила ИГИЛ и начала мирный процесс. При этом, итоги военной операции были официально подведены Министерством обороны. Они заключались не только в том, что было 30 тысяч боевых вылетов и то, что был взят под контроль комплексами С-400, все небо над Сирией, но это была такая демонстративная, демонстративный возврат к глобальной проекции российской силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова